Тема очень трогательная, очень сложная для нас. Я думаю, стоит начать небольшой предыстории. Главной темой урока «Добровольчество и мира» в Ульяновском строительном колледже стала спецоперация на Украине. Во время открытого урока ребятам подробно рассказали предысторию сегодняшних событий, отдельно объяснили про действия наших военных. Сегодня я пытался донести до детей ту ситуацию, которая происходит вокруг нас. Это та спецоперация, военная спецоперация, которая проходит на территории Украины. Донести ее нужно в том ключе, чтобы у людей не осталось сомнений в том, что как делается, для чего это делается и почему все это происходит. Ну и, конечно же, все задают вопросы, что будет дальше. На этот вопрос мы как раз и искали сегодня ответы. Вспомнили не только историю, но и разобрали, как отличить правду от лжи в потоке информации. Послушали рассказы очевидцев о событиях, которые происходят на Донбассе. Регина Галеева, студентка второго курса строительного колледжа, рассказала, что лекция помогла ей глубже понять ситуацию. Теперь девушка знает, что доверять можно только проверенным источникам. Я считаю, что тот урок, который нам сегодня дали, с помощью него мы сможем фильтровать информацию, которую нам дают вбросы. И мы как-то углубимся в данную проблему и сами не будем туда встревать. Сейчас происходит информационная война, и такие уроки нам помогают понять, что происходит на данный момент в мире. Особое внимание во время беседы уделили волонтерской деятельности. В каждом СУЗе и ВУЗе созданы свои волонтерские движения, которые активно включаются в работу и помогают населению. Неравнодушные к чужой беде студенты строительного колледжа тоже не остались в стороне. Ребята собирают гуманитарную помощь для эвакуированных людей из ЛНР и ДНР. Мы как волонтеры принимаем заказы на одежду, канцелярию, продовольствие и многое другое. В этих пунктах мы разгружаем и сортируем прибывшие вещи. Эти вещи мы относим в ближайшие крупные пункты помощи. Вывод из урока напрашивается сам. Сохранять спокойствие, доверять только проверенным источникам и не забывать про старую добрую взаимопомощь.